Доброе утро! У меня срочный заказ. Сейчас вам покажу. Такие блузки, кто живет в Индии, прекрасно знают, а кто не живет в Индии, одевают под сари. Вот сари продается, вот в конце пришит кусочек ткани, который используют для блузки, с которой шьют блузки. Вот сегодня у меня вот такая блузка. Я просто засниму немного, потому что скоро придет заказчица забирать. Хотела бы вам показать. Это черную ткань я положила, просто чтобы не видно было. Вперед, там всех швов этих. Вот такая спинка, потому что вперед практически закрыт сари, его не видно. А сзади, вот обычно бывают, делают всякие дизайны. Вот такие цветочки, золотистая отделка и блузка. Я тут краю только выбираю дизайн, общаюсь с заказчиками и вот этой горловины краю. Остальное они делают сами, полностью краят, шьют. Ну а впереди она выглядит вот так. Видите? Впереди просто тут, потому что вот так сари закрывается. Может быть только кончик, вот так будет вид на горловину. Ну вот, мы идем обедать. Вот так плохо жить нам без кухарки. Уже четвертый день сегодня. Завтра вот свадьба будет, где куда она уехала. И послезавтра еще, наверное, она не верит. Через два дня. Вот, поехали мы пообедать в кафешку. Кофе-хаус называется здесь у нас на нашей, можно так сказать, в конце нашей улицы. Вот тут. Руки надо обеззаразить. Руку-то все равно надо помочь. Вот видите? Тяжело жить. Сейчас я маску с луком. Тяжело жить без кухарки. Она у меня, как вам сказала, сегодня уже четвертый день. Но сегодня у нас почти ничего не было. Муж говорит, не надо готовить ничего. Пойдем покушаем. Пообедаем в ресторанчике. Ну и в ресторанчике кафешка. Давай сюда. Сюда-сюда. Ну вот, пришли мы в копе-хаус, заказали биряни на обед. Вот видите, не только мы ходим. Много людей приходит просто пообедать. Субрат каких-то еще знакомых встретил с раб бывшего коллегу. Ну, вернее, как коллегу, он уже на пенсии, а там парень работает. Тоже пришел с семьей пообедать. То есть тут это не так как бы дорого. Доступно. Можно питаться в общепите. Мы заказали биряни мою любимую. Так что сейчас нам принесут. К нему покажу вам. А, там биряни, а то что он пускай вас. Пускайте. А, вот все. Вот, посмотрите, нам принесли биряни. Чикенбиряни. К нему вот такая райта. Окрошка, так сказать. Вот такой салат. Так называемый, видите, порезали и что? Порезали лук, дали лимончик. К нему еще такая подливка. Потом вот такой острый пикл. Это из манго, зеленого манго делается. Вот это вот. Очень острое, но очень вкусное. Ну, буквально там граммулечку, пол чайной ложечки хватает на всю порцию. Ну, все. Мой муж уже приступил к трапезе. А я сейчас начинаю. Вот, я уже съела половину. Один кусочек курицы. Еще вот два кусочка. Вот еще один. Второй, третий. И яйцо. Вот, и уже я что-то наелась. Не знаю, сколько я съем еще. Но буду пытаться. А также приходят сюда офисные рабочие. Вон там в конце, за последним столиком, люди, видите, решают там свои дела. Что-то там подписывают. Ну, и заодно обедают. Как ланч. Делают. Вот я вам уже спрашиваю, почему здесь не сделать дизайн. То есть, я приехала, когда 36 лет назад, тут такой же дизайн был и до сих пор такой же дизайн. Но это, как он мне объяснил, это франшиза. То есть, в любом городе Индии, Indian Coffee House, должен оформляться именно такой вот интерьер должен быть. Видели, какие колоритные официанты у нас здесь красивые, такая у них форма, индийская, униформы. Вот, кстати, наш чек. Мы заплатили 200, 280 рупий стоит, вот это две порции бирианы. Мы пообедали. И 25, по-моему, рупий на лоб. Видите, фрукты напротив продаются. Тут у нас очень много магазинов. Оказывается, у нас тут рядом цветы продаются, а мы и не знали. Вот мы едем. Это какая, 9-я улица, да? Это Венката дом. Вот, Венката дом. Вот, кто знает Венкат. Мы вам показывали. А, нет, я вам не показывала его еще. Ну, многие бывшие, многие наши друзья из России, из Украины, которые работали здесь, они знают друга моего мужа, который тоже учился в Запорожье. Здесь у нас, ну, там у нас стадион, будь здоров, там у нас стадион, а это уже дорога и ведет к нашему дому. Вот здесь каждая улица пронумерованность. Сектор 10, вот смотрите, 9-я улица. Вот здесь его увидели, 8-я. Вон там, 7-я. Вот 7-я. Видите? Вот там у меня улица номер 6. Подожди, мальчик, пусть проедет. Вот, куча мусора лежит. Не дренесли. Вот он наш дом. Вот, пришли мы. Вот он, кауна. Кто тут? Кто тут меня встречает? Гути меня встречает? Гути, смотри. Смотри, мамка, что принесла. Мама не доела. Вернее, почти немножко начала есть. Что-то мне уже перехотелось, хотя очень вкусно. Моему мужу по WhatsApp пришло видеосообщение от продавца рыбы. И он подвез меня домой, а сам поехал на базар за рыбой. Вот стоят горшки наши, которые должны краситься сегодня были. Мой муж такой наивный. Прям я не могу поверить, что он такое мог сделать. Вот этот человек, который у нас вчера работал, он ему заплатил на 100 рублей больше. Сказал, я тебе даю на 100 рублей больше, чем мы договаривались, чтобы ты пришел завтра красить горшки и остальные потом деньги. Ну, в смысле, как бы аванс на сегодняшний день. Ну, естественно, никто не пришел. Я говорю, надо меньше давать, чтобы он пришел, естественно. Обязательно он тогда придет и будет дальше работать. А он все. Вот тут, тем более, вот в Четэсгаре такие люди, вот эти местные, которые... Как вот говорят, они лежат, например, у себя в этом, ну, в доме. Вот так у них в ногах там где-то стоит, ну, емкость, где они хранят там рис, муку. Вот они как бы вот так ногой, ну, шутка такая. Ногой, допустим, вот так подвигают коробку, ну, коробку с этим рисом. Если там что-нибудь еще шумит, значит, рис есть. Он будет дальше спать. Ну, а если уже пустая, тогда он встанет и пойдет поработать. Ну, вот он вчера хорошо заработал, теперь он несколько дней, ему не нужно будет работать. Вот и не придет. Или вообще когда-нибудь придет, не знаю. Вот такое видеосообщение приходит моему мужу практически каждый день от фиш-вала. Вот я вам в прошлом видео говорила, кам-вала, то есть вала это принадлежность к какой-то профессии. Вот фиш-вала, то есть торговец рыбой. Дуд-вала, торговец молоком, который вот разводит молоко, приносит нам на дом. Вот посмотрите, какая свежая рыба. Тут прям есть живая, только что выловленная. Вот, видите, какое у нас разнообразие. Вот, прям живую показывает. Видите, какая она живучая. Прыгает без воды. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите какие-то пожелания мне.